Международный аэропорт Сан-Франциско Международный аэропорт Сан-Франциско Мы с тобой интриганы Но надо сказать, что люди, которые смотрят наши видео Для них эта интрига разрешится намного скорее, чем для тебя Потому что мы должны его встретить Он должен нас узнать Два известных блогера будут встречать молодого человека Давай я тебя сниму Не один как-то ученик, учитель найдется. Да. Мы сейчас пойдем и вот на том том томно посмотрим, где нашел. Хорошо. А копейку не хочешь, Наташа? Давай, попьем. Давай. О, слушай, мы приехали на 10 минут раньше, чем самолет. А мы спешили. Как мы спешили? Мы снимали интервью с девушкой Любой. Да, давай, подожди секундочку. Ираем. Да. У нас сегодня приходила девушка Люба, очень интересная. Киевлянка из Гугла. Да, и которая открыла школу, почти такую же, как у Михаила Портнов. Да, но в Киеве. Но в Киеве. И вот мы с ней беседовали, беседовали, а потом Наталья говорит, ой, мы же сейчас опоздаем в аэропорт. И вы как снились. И все равно успели. И успели. И не опознали. А может быть самолет раньше прилетел, нет? 415. Написано, что он приземлился. Вот наш, как сказать, гость сегодняшний. Представляйтесь. Влад приехал из России, из города Тольятти. Так. Того самого города, если кто не знает, в котором находится завод Автоваз. Такой наиболее простой способ определить, какой именно этот город. Так. Вот. Впервые здесь, на эльфорнийской земле. Она, допустим, на Американщине раньше была. И на Американщине тоже впервые. Так вы еще приехали-то? Повод какой у вас? Приехали к вам учиться. Нет, это понятно. А вот визово вы как? На лотерея. Боже, классно. Да. То есть жил себе, жил, выиграл в лотерею. Выиграл. Не с первого раза, с третьего раза. А лет 27. Нету жены, детишек. Так. А то мог бы с собой взять. Ну. Ладно, придется вам изыскать резервы у нас в школе. Хорошо. Так. Значит, родители что говорят? Родители вполне адекватно относятся к этому. Конечно, почему бы не попробовали. Так. Образование какое? Лингвист-переводчик. Так. Это вы у меня в скайпе в каком-то офисе сидели? Было, было, да. Это что за офис? За Москвой. В офисе на производстве даже, если точнее. Как раз таки на территории АвтоВАЗа. То есть есть производство? Не то, что вот стоит завод там. Ну, есть. Но это, так или иначе, один из самых крупных заводов в Европе. Если не самый крупный. Ну, по своим размерам. И продукция есть? Продукция есть, но продукция в связи с довольно тяжелой ситуацией. Сейчас таким особым спросом не пользуется. В тяжело-экономической ситуации. То есть, ну, как с другими заводами сейчас в России. А что у вас за такая тяжелая ситуация? Случилось чего? Тяжелая ситуация, как вы знаете, с валютой. С тех пор, когда рубль много потерял относительно валюты. А как это сказывается на рублевом ВАЗе? Ну, дело в том, что любой автопроизводитель, у него есть такое понятие, как локализация деталей. То есть, довольно много деталей. Либо деталей, либо даже какие-то услуг любому производителю приходится закупать из-за границы. Да. Не важно, это будет оплачиваться в долларах, в евро. И вот за счет этой закупки цена будет увеличиваться. Да. Увеличиваться в том смысле, что если рубль ушел вниз, соответственно, теперь продукция стоит дороже. Понял, понял. Ну и ко всему прочему, с учетом того, что продукция стоит дороже, не только эта продукция, а многое другая. Потому что, опять же, как вы знаете, Россия довольно сильно загружена импортным товаром. Довольно мало чего производится вот именно непосредственно в России. И пусть там даже что-то и производится, но оборудование импортное. А как раз оборудование есть, самая такая основная дорогая часть. Так вот, за счет этого и все остальное дорожает. У людей остается меньше средств на покупку тех же самых автомобилей, допустим. То есть, в автомобильной отрасли сейчас спарк? Есть, очень серьезный спарк. А у вас город весь как бы завязан на эту отраслю, да? Город, опять же, вы знаете, как в советское время, наверное, предпринимательно представляете, как это было, когда это был действительно крупный завод и, в общем-то, безинтернативный. И тогда проблем не было. То есть, был большой завод, на нем работало огромное количество людей. Даже вот несколько лет назад там работало больше сотни тысяч человек. Со временем шли сокращения и сейчас, насколько я знаю, по-моему, чуть-чуть больше 50 тысяч человек. А куда делись те 50 тысяч? Все 50 тысяч, ну, видимо, как-то разошлись по стране, по городам. Или по городу, даже не знаю, труднее сказать. Вы знаете, в принципе, сейчас, так или иначе, время от времени какие-то производства и в Толесте открываются. А недвижимость у вас там подешевела? Недвижимость, нет, не подешевела. Более того, я совсем недавно узнал цену на недвижимость. Я бы сказал, что она серьезно подражала. В рублях. А это мне, как мне кажется, именно в рублях. Но нет, не после этого случая, а вот именно, скажем, за последние лет 5-10. Ага, нет, а вот так вот за последний год? С последний год, если честно, мне затруднее сказать. Я так прям сильно не отслеживал. Понял. Ну что же, хорошо, давайте ломить ваш чемодан, а то мы там сейчас ля-ля-ля-ля. Вы каким образом пришли к идее тестирования? Потому что все-таки вы как бы переводчик, человек гуманитарный. Давайте им дадим пройти. Все сравнительно относительно насчет гуманитарной. То есть, в общем-то, на самом деле, все свое сознательное время с тех пор, когда... Ну, много лет назад, так скажем, у меня появился компьютер. Я как раз-таки больше всего интересовался чем-то связанным более с компьютерными вопросами. И доходил вплоть до того, что после окончания школы, если честно, но не сделал конкретно тогда, в то время, выбор, чем бы я хотел заниматься. И по этой причине, в общем-то, можно было, скажем так, по оценкам, по баллам для поступления идти и куда-то вот в сторону, на тот момент, в сторону программирования. Хорошо. Но как-то возникли некоторые сомнения. То есть, вы возвращаетесь на круги своя. Именно так. То есть, к тому, к чему вообще-то мог бы изначально прийти. А вот в той обстановке, в которой вы находились в Тольятти, значит, там сложно было сказать кому-то, что вот мы едем в Америку, там, я уезжаю в Америку, это как-то не патриотерство, может быть. Я не знал, что вы такой вопрос зададите. Но все зависит очень сильно от того окружения, в котором вы находитесь. Да. Целиком и полностью. То есть, то окружение, в котором, условно говоря, нахожусь я, ему сказать нет, конечно же, абсолютно несложно. И большинство людей как раз-таки поддержат. Но, тем не менее, конечно, есть такие группы людей, наверное, которым лучше об этом не говорить. И не говорить даже не в том смысле, что... Ну, чтобы их не как-то. Ну, да, да, да. Как бы ни к чему. Просто из любви к этим людям. У нас лифт почему-то, я не знаю почему, делает эхмутку на каждом этаже. Поэтому у меня камера в руках потряхивает. Вот она как-то рванет, он как-то резко. И остановлюсь, о, вот, и останавливается уже резко. Вот камера дергается. Ну, что же, хорошо. Значит, вы никого сильно не огорчили. Была девушка, которая вас ждет? Или которую вы должны забрать оттуда? Нет, ничего такого нет. То есть, вы, можно сказать, абсолютно как свободный с переменой мест. Мы пришли к нашему иммигрантовозу. Он, знаете, не пустой там багажничек. Но, учитывая, что у вас тут... Ой, господи. Расчистите там немножко местечко. А то у меня камера в руке. Так, чтобы было, куда чемоданчик там деть. Отлично, отлично. Вы знаете традицию, да? Забрасывайте. Нажимать на кнопочку. Но, вы знаете что? У нас на самом деле мы давно не снимали на канале новичков. Поэтому я объясню традицию. Вот тут вот есть кнопочка. Вот это вот. Видите, да? С крышечкой. Значит, если нажать на кнопочку, то дверка, значит, багажника иммигрантовоза, она захлопнется. Вы бросаете там, значит. И это такое энергетически насыщенное событие, потому что нажимая на кнопочку, у нас новичок, он как бы закрывает дверь в прошлую жизнь и начинает путь в новую. Поэтому, значит, Наталья, я хочу сказать, что Наталья выглядит как настоящая фея, муза иммиграции. Значит, муза иммиграции будет решительно приветствовать и ликовать. Когда он нажмет на кнопочку, я бы пожелаю ему удачи. Да. Нет, нет, ты будешь аплодировать и кричать ура. Значит, молодой человек у нас нажимает кнопочку, так? Подождите, подождите. На успешную иммиграцию, такой вектор создают. Вот. Ну что же, давайте мы на счет три. Раз, два, три. Ликование. Ура! Спасибо, Наталья, большое спасибо. Бригада блогеров. Бригада блогеров встречает новичков. У вас будет очень яркое будущее. Спасибо.